Считает ли Путин, считает ли Кремль, что они сейчас близки к некой победе, к некому результату за долгие годы, и в том числе два года войны, тому, чтобы баланс силы изменить свою пользу. Потому что иногда возникает ощущение, что самоуверенность достигает такой невероятной степени, что они уже начинают диктовать условия. Причем на широком пространстве и Европе, и Америке, и ООН, или еще кому-то. То есть появилась, во всяком случае, какая-то такая внутренняя убежденность, что с приходом Трампа они реализуют все свои цели и задачи. Почему еще? Потому что ты верно сказал о том, что Трамп слишком самодельно заявляет о том, что он договорится. Понятно, что это предвыборная риторика, понятно, что это игра на повышение, словесная риторическая игра Трампа. Но я глубоко убежден, что он считает, но я приду к Володе, мы сядем, тебе 20, мне 80, отличный бизнес, вот мой процент, вот твой процент, мы же нормально все поделили. То есть, грубо говоря, его мышление девелопера и бизнесмена, оно определенно вступит в противоречие некой глобальной, уже мессианской, мессианским сознанием Путина, который, но он себе его искусственно прокультивировал и считает, что все мое, 100% и еще, пожалуйста, процент сверху. Вот приблизительно так, Путин рассуждает в вопросах политики, это не вопрос денег, это вопрос чистых уже глобальных интересов. И вот этого до конца не понимает Трамп, именно поэтому я считаю, что они не договорятся. Тем не менее, все-таки Москва действительно считает, что она на взлете, что она на неком подъеме, который позволит ей навязать эту повестку, в том числе, кстати, и Вашингтон. Да, Путин безусловно так считает. Вот ты начал с того, что является ли противостояние Америки Путина идеологическим доктринаем. И да, и нет. Скорее нет, чем да. То есть, он не стал идеологизированным человеком от этого. Потому что для него это способ решения проблем безопасности. Для того, чтобы Америка тебя не уничтожила, от нее надо отделиться. В том числе, отделиться, собственно, от американских ценностей, о чем мы сегодня уже говорим. Потому что глобальная американская доминировать совершенно не обязательно войска или база США на твоей территории. Глобальная американская доминировать совершенно правильно. Это Макдональдс, это Тесла, это искусственный интеллект. Это все, что порождает Америка. И вот очередь в Макдональдс при его открытии. Я сам ее не стоял в ней, правда, потому что она меня устрашила. Но видел ее своими глазами на Пушкинской площади. Вот уже показывал, что такое доминирование Америки. Поздний советский человек считал, что вот, свобода, демократия – это и есть Макдональдс. И вот именно поэтому отделиться от Америки полностью на месте Макдональдса, сделать вкусную точку там и так далее, и все прочее. И забыть про все американские образцы – это и есть для Путина спастись от Америки. Потому что если на подконтрольной тебе территории нет американских ценностей в самом широком смысле слова, то возможности Америки диктовать тебе свою волю, свои условия наипаче, свергнуть в себя существенно сокращаются. При этом, естественно, Путин не хочет быть одиноким в этом смысле. Он хочет войти в историю еще и обрушителем американо-центричного мира в целом. И здесь он отчасти прав, потому что мир не будет прежним. Он не будет таким же, как 30 лет назад. Потому что Запад сам нуждается в существенном переосмыслении своей глобальной доктрины, свободный мир. Он должен понять, а как он дальше собирается противостоять тоталитаризму? На каких основаниях? На основаниях Джорджа Плойда это не получится. Значит, моя твердая уверенность стоит в том, что это может быть только религиозные фундаменты, в частности, примирение и альянс основных авраамических религий, христианство, ислама и иудаизма. Ну и в этом смысле соглашение Авраама имени Дональда Трампа очень важный позитивный прецедент, даже если Дональд Трамп этого смысла в них не вкладывал. Но само использование бренда Авраама для обозначения того, что должно случиться, это, так сказать, абсолютно правильно. Поэтому, разумеется, используя то, что в мире всегда много недовольных Америкой, а кто же любит лидера? Его не любит никто. Лидер всегда порождает огромное количество негативных эмоций. И, собственно, зависимость от лидера тоже источник эмоций. Ты не можешь отделаться никак. От Америки. Вот уже и хочешь, но все равно в кармане-то у тебя смартфон находится. Так или иначе порожденный Америкой и являющийся символом американо-центричного мира. Это раздражает и раздражает. И поэтому, хотя глобального юга никакого не существует, как не существует даже и Брикс, что так вот, там, сколько бы Путин ни складывал ВВП стран Брикса и не пытался доказать, что это больше, чем ВВП стран Большой Семерки, это не имеет никакого ни смысла, ни значения. Потому что Большая Семерка действительно вырабатывает правила игры, им в значительной степени следует. Брикс ничего не вырабатывает. Просто рыхлый конгломерат стран, у каждого из которых свои собственные интересы и практически нет ни общей идеи, ни общих проектов. Не говоря о том, что их нет, не может быть на так называемом глобальном юге. Но сама нестабильность, собственно, вмешательство Путина, как и было, собственно, доказано спецпрокурором Робертом Мюллером в свое время, я согласен с этой точкой зрения, что вмешательство Кремля в 2016 году в выборы в Америке существовало, но его целью не была победа Дональда Трампа, а его целью была хаотизация процесса. Точно так же, как для Путина важно, чтобы, опять же, отстоять свою изоляционистскую доктрину, важно хаотизировать мир в целом. Поэтому он так радуется войне на Ближнем Востоке, он радуется усилием хуситов, которые вы там перерубили какой-то кабель. Какое огромное счастье. И уже, так сказать, в околокремлевских телеграм-каналах ползут версии о том, что теперь, когда хуситы так угрожают вырастить трафик через территорию Российской Федерации, наконец, РФ спецслужбы смогут контролировать весь информационный поток между условно-сингапуром и Берлином и записывать разговоры не только четырех генералов, один из которых неосторожно воспользовался вебексом в Сингапуре, а вообще всех-всех-всех этим самым. Поэтому, да, и после того, как не удалось контрнаступление вооруженных сил Украины, и после того, как в рамках общей хаотизации началась еще война на Ближнем Востоке, и Америка отвлеклась на Ближний Восток, тут, значит, тут из-за Трампа и его союзников завис пакет помощи Украине в Конгрессе, да, Путин сейчас на очень такой мажорной ноте и позитивной волне. Он считает, что он побеждает, и он побеждает не только на полях сражений, а, собственно, он, вот, его клевреты затеяли во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, затеяли разговор, что опять, что нам нужна вся Украина, естественно, как рычаг давления. Соглашайтесь на меньшее, а то отберем все. Повышаем ставки для того, чтобы потом, так сказать, прийти к кому-то компромиссу. Но очередной виток угроз ядерной войной, вопли о том, что, так сказать, там, Германия непосредственно вовлечена в войну, и, так сказать, фактически Германия возвращается во вина нацизма и так далее, это попытка протестировать, насколько Запад убоится в сердце угроз. Там в условиях крайне высокой, зачастую абсурдно высокой, о чем часто говорится в нашем сегодняшнем выпуске проекта ОМГ с Петром Залмаевым цены человеческой жизни на Западе, потому что ничто не может быть абсолютно в этом мире, кроме Господа Бога. Да, жизнь человеческая стоит очень высоко, но все равно есть нефигкие ценности, которые надо защищать, в том числе и с риском для этой самой человеческой жизни. А если ты не готов защищать эти ценности, то чего же стоит твоя эта жизнь-то, в чем-то отличаешься просто от куска мяса на рынке уже, приготовленного к тому, чтобы тебя зажарили и съели. Вот это Путин все пытается проверить и протестировать, что у Запада размытый идеологический фундамент, Запад психологически слаб, классический западный человек с наших времен не готов умирать за свои ценности, а по пути, многонациональный РФ народ, стоящий на коленях перед Владимировичем Путином, готов. Говорит о том, Путин уже больше года культивирует идеологию смерти, фактически как главного смысла и содержания бытия человека в Российской Федерации. И что сказать, ну действительно, чего жить-то в России, смысл такой вот умереть, это совсем другое дело. И даже приличных денег российский обыватель может заработать, только умеряя за Путина, потому что никаких других легальных возможностей стать хоть сколько-нибудь зажиточным у него нет. Поэтому, да, сейчас Владимир Владимирович в полном оптимизме и будет оптимистично развивать эту историю, что он независимо от того, кто будет президентом США. Здесь он тоже не лукавит. И в общем все равно. Он не верит, что Трамп пойдет ему на какие-то большие уступки. Он просто радуется тому, что демократический эстеблишмент, который так ему враждебен, не проиграет. Это вызывает, так сказать, очень позитивную эмоциональную реакцию. Эту линию он будет продолжать независимо от того, кто у власти на Западе. Он просто исходит из того, что он неожиданно понял, потому что самый сильный лидер в современном мире – это он. И он намерен это понимание эксплуатировать по полной программе. Ну, у нас остается буквально несколько минут, три минуты, может быть, немножко. Мы стараемся держаться регламентом в 50 минут, и поэтому последнее, финализируя, собственно, обсуждение, оно легко связано с заявленной темой, но мы ей отдали известную дань, мы говорили о экуменизме, русско-православной церкви, обсуждали взаимоотношения Ватикана и, собственно говоря, РПЦ. Да, ну и вот видим последнее заявление отца, значит, ну, Папы Римского, который, в общем, ну, дальше даже прошел от своих прежних тоже неоднозначных заявлений относительно умиротворения, значит, агрессора Москвы там и так далее, и как-то, в общем, неожиданно выдал опять такое, Барголья выдал такую какую-то совершенно еще дичь, на мой взгляд. В ней, ну, по-моему, она абсолютно с антологической точки зрения антирелигиозная, абсолютно антикатолическая, но, то есть он не призвал к стоянию, там, за веру, еще чего-то, а, в общем, как бы отдаться насильнику, в общем, в конечном итоге, как-то так это можно интерпретировать, хотя, опять же, есть варианты, но много уже таких разных, его разных заявлений было, что ты думаешь, какой процесс идет там, вот на, как говорится, десерт, давай это обсудим. А там идет процесс, все-таки, старения, Хорхе Марию Баргольни, индивидуально все-таки процессы. Он зашел папу Францис, ну, потому что мы из Узберсба Байдена слышим много всякого, всякого странноватенького, да, вот только что он заявил, что мы не должны были входить на Украину, да, выяснилось, что он имел в виду Афгани, это самый Ирак, оно перепуталось с Украиной в очередной раз. Он недавно встречался с Франсуами Тараном и Гельмотом Колем, как мы помним, по старому анекдоту про Леонида Ильича Брежнева, что Леонид Ильич принял британского посла за французского и имел с ним продолжительную беседу. Да, все-таки папа Барголья на 6 лет старше, ему уже 87, и там, возможно, со здоровьем не все в порядке, поэтому действительно про белый флаг он имел в виду не то, то есть разъяснения, которые потом поступили представители Ватикана, я стою им доверять, он имел в виду, что надо приступать к переговорам. Но не будем забывать, что папа Франциско-Изуит, значит, соответственно, он следует классической иезуитской доктрине, согласно которой надо подлаживаться под обстоятельства. То есть нужно быть достаточно гибким, это сказать, вести диалог со всеми, а кроме того, папа Римский, он латиноамериканский иезуит, и это с ним останется навсегда, потому что в Латинской Америке США далеко не так популярны, а Владимир Ильич Путин как раз в достаточной степени популярен. То есть в этой части глобального юга, безусловно, и папа, в принципе, ведь папу Берголи избирали после такого махрового консерватора Карла Радца, Йозефа Радца, для того, чтобы повернуться лицом вот к глобальному югу, условному, который хотя и аморфный, но считал, что в Европе, в общем, католицизм стагнирует и сокращается, а вот зато в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, там все это дело нарастает, и нужен папа, который на дружеской ноге и на одной волне именно с этими слоями пасты. Учитывая, что официальных католиков по-прежнему более миллиарда человек, это не крупнейшая конфессия, хотя даже в Латинской Америке за время понтификата Папы Франциска за минувшие 11 лет количество католиков сократило с пользой протестантов. И это тоже глобальный тренд, что дела Ватикана не очень хорошо. Они не очень хорошо, независимо от фигуры Папы, потому что вот эта иерархическая, тяжеловесная структура, религиозная, безусловно, устарела и не соответствует своеобразию текущего момента. И недавно Папа Римский говорил о том, что следующим понтификом будет Иоанн XXIV. Опять же, не очень понятно, что он имел в виду, но если он отдавался отчет в том, что он говорит, то это значит, что следующим понтификом будет большой реформатор. Типа Иоанна XXIII, у нас ждет еще какой-нибудь очередной Ватиканский собор с очередным аджорнаментом, то есть приближением ритуала Рима Католической Церкви и определенных элементов ее учения к современности. Это и так случится. Но сейчас Папа Франциск он всегда занимал позицию достаточно плавать между различными центрами силы, быть настоящим классическим иезуитом. Потому что мы даже быту называем иезуитской позицию, он ее вполне и занимает. Я не думал, что он действительно призывал капитуляцию Украины. Это он так очень неудачно сформулировал, но в то же время он и не является сторонником поражения Владимира Путина. Он готов находиться с ним в диалоге. Продолжение следует...